Ты выстрелишь себе в левую ногу, ты выстрелишь себе в правую ногу, ты отомстишь этим негодяям за город в Хиросиму. Голая обнаженная нога, и это все слова Силонина, на столе бутылка джина, моя рука, в твоей руке, все в жизни было бы так классно, если бы не запятая перед ног. У нас с тобою переехала машина, под звуки законопослушных горожан, под звуки достопочтенных горожан. На похороны пришел жандарм Тристан, неизвестный гость и девочка по имени, как ее звали, да, вы ее снимаешь, говори? Сюзанна. Сюзанна Тристан сказал, в мозге я видел на асфальте клякса Сюзанна, ботинки бэйби. Висели на ветке высоченного дерева. Жандарм, ну, чувствовал, какой-то нигер, отстралил в понедельник с работы за неумение сдержать себя от уродства, пристрастие к торговству, вырыпая во всякой мути, типа вуду и всякого такого колдовства рода. Неизвестный гость. Из казино в тот вечер шулер выходил, как у него от зрелища, из рукава колода Тристан. Угораздило какого-то урода. Вообще, мы с бэйби шли за премией издательства «Жизнь». Только вдумайся, шеф, за премией издательства «Жизнь», за активную жизнь и позицию весьма либеральную, за профессию внеконфессиональную, за достижение в области собственной значимости, задумавшейся издержанности и прочей, чем вашей суп. Хотя, какая разница, я труп, и бэйби тоже труп. Начинаю акцентировать, сам себя за секунду до схватки с железным драконом, ёкает сердце, останавливается в магнитофоне из лавки конфет, вопит Бона. Не мертвец, обтянутый кожей, ты тоже. Боже, прошу, верни все встать, у меня на светофоре, моя рука в ее руке, но нас не переехала машина. Оказывается, человек пробивается, и то вон. И голос вторит мне, как будто слышен. Ну, типа, как с небес. Хотя над головой нарез конфетной лавки, как тетка из совместа дефибриллята, вы перешли на белый свет. Здесь взятки. Глад.